Доброе утро, дорогие друзья! Итак, пятница, к сожалению, или к счастью, закончилась еще одна неделя. Чему учит нас с этой недели? Первое, это надо помогать людям. Надо обязательно помогать, пуская свой хлеб по воде. Написано, что если ты помогаешь людям, то в конечном итоге помогут тебе. Колесо вращается. Наступит день, когда тот, кому мы помогли, поможет нам. Никогда не следует поворачиваться спиной к тому, кто просит о помощи. И об этом рассказывается короткая притча о Мэше и ее друзьях. Одна мышка выглянула из своей норы и увидела, что крестьянин, хозяин дома, принес мышловочку такую. Мышка перепугалась, пошла просить помощи у друзей во дворе, подошла к петуху и говорит, что ей надо приготовить ловушку. Петух говорит, это не моя проблема, справляйся сам. Мышь отправилась к барану, тот говорит, ничего не поделаешь. Такая жизнь, могу только помолиться за тебя. Ну все, пошла она к корове, та рассмеялась, говорит, это мышеловка, что мне до этого. Мышь в отчаянии вернулась в свою норку, ей уже мерещилась близкая смерть. Но раздался шум. Получилось, что в ловушку попала ядовитая змея. В ту ловушку, в которой должна была попасться мышка. Жена крестьянина попыталась вытащить ее, та ее ужарила. Женщина заболела. А что полезнее для больного, чем куриный бульон? Пришел крестьянин, зарезал петуха. Навестить женщину пришли друзья и соседи. Как же оставить их без угощения? Зарезали барашка. Через месяц больная выздоровела, семья решила устроить благодарственную трапезу. И для этого ей пришлось зарезать корову. Поэтому, если слышишь, что твой ближний оказался в беде, не говори ты не мое дело. Откуда мы знаем, на кого еще перекинется эти неприятности? Если человек приходит с просьбой, не отворачивайся. Попытайся помочь, даже если тебя это не касается. Как мы поступаем с другими, так поступят с нами. Мера за меру. Если мы поможем другим, небо поможет нам. Так написано. Еще несколько слов о молитве. Мы должны очень четко ее формулировать. Надо понимать, что ты хочешь. Вообще, мудрецы Кабалы говорили, что молиться в идеале лучше всего абстрактно. Не говорить там то-то, то-то абстрактно. Я скажу короткую еще Майсу. Шел человек по каменистой дороге. Ноги распухли. Удар там все в крови. Тяжело. Поднял глаза кверху и говорит, владыка мира, отдай мне осла. И его молитва была принята. Проезжал мимо солдат. Верховно большой беременной ослицей. У которой начались роды. Пожалел солдат ослинка. Посмотрел по сторонам, туда-сюда. Увидел, человек идет там. Чудесно. Иди сюда. Положил ему новорожденного на спину ослинка. И под конвоем пошли в город. Заплакал человек. Просил я осла и получил. Но я собирался ехать на нем. А вместо этого он едет на мне. Вот кроме того, что это учит нас быть аккуратными с молитвами. Которые часто исполняются. Надо еще одну вещь. Даже если у нас перемешаны человек и животное. Надо сделать хотя бы так, чтобы человек ехал на животном. Будем оттерегаться от того, чтобы животное ехало на человеке. Надо немножко проследить за собой. Следить за тем, кто на ком у нас тут внутри нас едет. Нельзя сокращать молитву, чтобы побежать на работу. Не надо предпочесть час урока, час покоя уроку Торы. И главное суббота. Суббота обязательно. Суббота это первое. Вообще, вы знаете, все спрашивают, что такое шаббат. В общем-то, есть разные объяснения этого великого дня. Но одно из самых главных, которых я вот слышал и понимаю. Шаббат это выходной день для души. Мы все время заботимся о кого. Тот отпуск хочет, тот немножко отдохнуть. Шаббат это отдых для души. Шаббат это отдых, потому что душа наша точно так же, как и тело, хочет отдохнуть. Если мы этого не дадим, если мы опять заполним наш шаббат бесконечными телевизорами, компьютерами, то она не отдохнет. А значит всю следующую неделю она будет, мягко говоря, не отдохнувшая. Написано 6 дней, пусть выполняется работа. Выполняется. А в седьмой день суббота. Поэтому всякий, выполняющий работу в субботний день, смерти будет предан. Написано так в книге Шмот. На иврите есть два слова обозначения работы. Авада и мелаха. Авада это раб, рабская работа. А мелаха это ангельская работа. А слово Малах, ангел. На первый взгляд это одно и то же. Но на самом деле значения различаются. Авада означает простую физическую работу. Просто физический труд. Мелаха, связанная с Англой, означает сотворение. В субботу запрещена именно мелаха, а не авада. Можно тягать шкаф по дому, если тебе хочется. Но это не нарушает субботу. Это физический труд. В этот день не создают ничего нового. В этот день в шаббат не создают нового. Существует ошибка. Люди полагают, что суббота это день физического отдыха. На самом деле это не так. Цель физического отдыха дать человеку возможность, что? Обновить силы для другой деятельности. Получается, что физический отдых это как бы средство, а не цель. А шаббат это цель. И поэтому в этот день мы не должны создавать ничего нового. В этот день мы должны, если хотите, расслабиться. Расслабить свою душу. Дать ей почитать. Дать ей отдохнуть. Дать ей подумать. Суббота это день, который мы воздержимся от созидания. Это духовный день. Цель всей материальной деятельности шести дней, вот там сказано, делается работа. Это суббота, благодаря которой освещаются все остальные дни недели. Если мы дадим нашей душе отдохнуть один день в неделю, она отплатит нам тем, что шесть дней остальные будет себе нормально вести. Не будет всяких депрессивников, проблем и так далее. Поэтому отдыхаем, улыбаемся. Шаббат шалом. Всего самого-самого лучшего. И чтобы у всех был хороший, добрый, мирный шаббат. Браха ве отслаха.